Всем привет! Уважаемые слушатели, меня зовут Данил Сергеев. Я представляю IT-сообщество Scalabranch и в рамках курса Middle Android Developer сегодня расскажу вам о применении R.U.Chavia на платформе Android. Я работаю на данный момент в Manex Vertical. Там работаю уже три года над проектом 2. Возможно, вы с ним даже знакомы. Это платформа по продаже и покупке машин. Такой большой агрегатор. У нас довольно много объявлений по Москве и Петербургу. Распределенно команды между Москвой и Питером. Мы разрабатываем Android-приложение, взаимодействующее с бэкэндом, также с многочисленными дополнительными сервисами. И на данный момент у нас активно используется лишь Java. Пока что не планируем с него переезжать. И сегодня хотелось бы поделиться лучшими практиками, которые используют у нас в проекте. На занятии я вначале расскажу про отличия функционального подхода, который используются в том числе в RG.java, от обычного императивного. Потом рассмотрю RG.java и аналогичные инструменты, на которые можно заменить. Например, на Kurutin. Потом мы поговорим о потоках данных в RG.java, а именно в обзорбле. И также рассмотрим оператора RG.java, как они вообще преобразуют данные, которые ходят у нас по потоку данных, и как это выглядит на марбл-диаграммах в документации. Отдельное внимание уделю шедулерам, то есть это особые объекты, которые позволяют установить планировщик и поток, на котором будет выполняться наша подписка, наш обзорбл. И рассмотрим RG.java в жизненном цикле активности и фрагментов. Как правильно встроить в архитектуру MVP или MVVM, как хотите. Как правильно встроить наши подписочки, наши потоки данных и как от них отписываться, чтобы не было утечек памяти. Дальше на небольшом интерактиве я покажу вам, как написать приложение с RG.java. Запускаем код, подслаживаем. И в заключение будут ссылки на полезные источники. Начнем с того, что, как вы знаете, Android-система реактивная. И каждое действие пользователя ведет за собой вызов некоторого callback кода, который мы поставили на обработку. Также наш код может вызываться из жизненного цикла activity фрагмента и их методов типа onCreate, onViewCreated, onDestroy, который, как вы знаете, не всегда вызывается. И на самом деле, каждое действие, каждый клик пользователя ведет собой к большим изменениям внутри состояния модели, внутри обработки и отображения на экране. Это все можно представить, как такой набор шестеренок, которые крутятся, как только один маленький человечек что-то подкрутил или нажал на кнопочку «Купить» на экране. Для такой сложной обработки нам нужны callback. Вот простой пример callback. Всегда их вешаем на кнопки, на какие-то элементы интерфейса, но также callback часто вешаются на результат похода в сеть. Например, вот такие callback по загрузке какой-то веб-страницы, где мы загружаем отдельно каждый ресурс. Посмотреть как сложно. Мы загружаем страницу из нескольких частей, но получается настоящий callback hell, потому что у нас каждый запрос требует отдельного отступа. И если мы добавим сюда еще обработку ошибок, то будет совсем сложно. Хочется убрать эти отступы и писать все в одну строчку, как мы оформляем билдер. Примерно вот так выглядел бы хороший код, когда мы загружаем ресурсы один за другим. Функциональный подход позволяет именно таким образом упростить обработку потоков данных. Например, здесь мы написали две функции, которые делают одно и то же. Они, как вы видите, считают длину вектора чисел, декартовую длину, как корень суммы квадратов. Здесь на вход нам подается список даблов, и в верхней функции мы в цикле for пробегаемся по всем значениям values и прибавляем к нашему аккумулятору квадрат каждого значения, а потом вычисляем корень. Это всем известный оперативный подход. В функциональном же подходе мы обрабатываем values как stream данных, то есть как поток отдельных значений, которые мы вначале преобразовываем в функцию fold, получая одно число из листа, из списка чисел. Тут нулевой элемент будет 0, то есть первый раз в лямбду, которую мы поставили в качестве обработчика, передастся 0, а в аккумулятор тоже 0 по умолчанию. Потом аккумулятор будет увеличен на квадрат value, и каждый раз в value будет приходить новое, следующее значение из списка, а в аккумулятор будет храниться предыдущее значение результата вот этой лямбды. То есть каждый раз аккумулятор будет расти на квадрат следующего числа. В итоге на выходе оператора fold мы получим сумму квадратов. Потом с помощью Kotlin Skwalet мы возьмем корень от этого значения и вернем его в функцию GotLens. Таким образом мы написали в три строчки ту же самую функцию, что и в оперативном подходе. В данном случае она читается гораздо лучше, ну на мой взгляд. Функциональный подход в андроиде реализован с помощью различных библиотек. Сегодня мы поговорим о Brave Java. Это одна из самых популярных и довольно старая библиотека для реализации функционального подхода и реактивного подхода. И используется она не только на андроиде, но и на различных платформах, даже на iOS, например. Потому что она кроссплатформенная. Также у нас есть корутины. Это сравнимо новое решение от Google, поддерживаемое стандартом Kotlin. То есть это прямо библиотечка написана как экстеншн языка Kotlin. Недавно не реализнулись и некоторые проекты уже начинают в продакшне писать на корутинах. В принципе, советуем его посмотреть. И новый проект я бы даже, наверное, советовал начинать на корутинах, если у вас нет опыта ни с сервичами, ни с корутинами. Дальше есть Android LiveData. В отличие от предыдущих двух библиотек, LiveData в основном предназначена для подписки на изменение моделей, view-моделей и отображения этого изменения на view-шках. Решение от Google хорошее, полезное, но применимо для UI-слоя. Для обработки запросов LiveData не подходит. Поэтому заменить RigJava LiveData нельзя. Их можно использовать вместе, либо вместе с корутинами. Также есть еще несколько библиотек. Это Reactor, Apka и еще другие библиотеки, о которых я чуть-чуть слышал. И сообщество о них тоже слышало не очень много и не очень он их любит. То есть они, в принципе, живые, может быть, даже и поддерживаются, но в основном люди используют RigJava либо корутина. RigJava это вообще не так сложно. Потому что в функциональном подходе RigJava представляет все как поток данных, который может быть создан на любом потоке, функционально преобразован с помощью операторов и поглощен либо обработан кем угодно на любом потоке. Официальное определение RigJava посложнее. Я его даже зачитывать не буду, но это определение с сайта документации RigJava, по-моему, с гитхаба. Основными паттернами библиотеки RigJava являются Obserable, это поток данных. Также Observer тот, кто принимает данные. И операторы, преобразующие эти данные в потоке. Также есть еще подписка и планировщики, но об этом позже. На схемке видно, что данные генерации Obserable идут через операторы, которые преобразуют их. Например, надувают воздушные шарики, если нашими данными были воздушные шарики. А потом Observer их принимает. Это может быть ребенок или дети, которые получают эти шарики и им радуются. То есть Obserable может быть человек, который шарики производит. Операторы — это насос, который их надувает. А Observer — это клиенты, дети, которые подходят и получают шарики. Мы видим, что отношение Obserable и Observer один ко многим. То есть на один Observer можно подписаться нулем Obserable, либо несколькими Observer, либо одним. Теперь поговорим о потоках данных. Что это такое Observer? Observer на такой красивой диаграмме представляет собой объект, а именно поток каких-то данных определенного типа, которые он испускает в определенный интервал времени. То есть вот на этой картинке, например, был испущен желтый шарик в нулевой момент времени, через 300 миллисекунд испустили зеленый шарик, потом шарик бирюзового цвета, и через 2 секунды — синий шарик. Дальше произошла ошибка. Например, шарик оказался дырявым, и мы в метод пробросили oneError ошибочку. И вызвали сигнал Uncomplete, означающий, что больше мы шарики выпускать не будем. Вместо шариков могут быть обычные числа, либо что-нибудь более интересное. Например, какие-нибудь банковские операции. Остаток средств на вашем счету тоже может быть данным потока. Вполне себе. А по ICX у нас обычно время, в которое испускается одно или другое событие. Также интересно заметить, что краем Obserable есть еще Observer. Не надо их путать. Observer — это именно вот эти клиенты, которые поглощают данные и выводят результат каким-то образом. А также могут обрабатывать ошибку и окончание потока. У них есть три метода. OnNext, который означает то, что нам пришло следующее данное. OnComplete — то, что поток завершился. И OnError — то, что поток завершился неудачно, с ошибкой. У нас может вызваться либо OnComplete, либо OnError. Два одновременно или по очереди вызваться не могут. Это контракты их с Java. Вот на этой схемке справа ObserverA генерит потоки чисел. Один, затем два, потом три, четыре, пять и шесть. В итоге все три Observer, подписавшись сразу на A, получат каждый свой поток чисел. От одного до шести. То есть у них вызовется шесть раз метод OnNext с параметрами, с данными 1, 2, 3, 4, 5, 6. А потом у каждого из них, у B, C и D, вызовется метод OnComplete без параметров. Но для того, чтобы цепочка заработала, Observer должен вызвать метод Subscribe по Obserable. Subscribe мы сами дергаем в момент создания Observer и передаем туда Observer. Тогда подписка начинает работать и генерит нам данные. Данными могут быть, например, ответы от сети. Также есть объект подписки, Subscription, с помощью которого можно установить подписку до того, как она выполнится. То есть предположим, что наш генератор данных работает долго. Например, мы входим в сеть по WebSocket. Такое соединение никогда не умрет само по себе, пока не отвалится интернет. Тогда пройдет ошибка. Либо пока мы не закроем приложение, точнее этот экран. Тогда мы хотим разорвать соединение сами и можем дернуть для этого Unsubscribe, чтобы не забивать сетевой ресурс и не было утечки памяти. Теперь немножко поговорю об операторах. То есть как вот эти данные преобразовывать. В Rig Java есть несколько самых популярных операторов. Например, наверное, самый популярный оператор является оператор Map. Map преобразовывает айтемы, испущенные потоком, с помощью применения функции каждому из этих айтемов, либо элементов. То есть, посмотрите, на этой marble-диаграмме отображены элементы 1, 2 и 3, испущенные в разное время нашей подпиской. А после оператора у нас испускаются 10, 20 и 30. То есть каждый элемент был умножен на 10. Такая диаграмма называется marble-диаграммой. И практически все операторы в Rig Java у нас продокументированы с помощью marble-диаграмм. Кроме того, эти диаграммы интерактивны и тоже написаны на Rig Java. Поэтому, если вы зайдете на сайт и потаскаете за циферку 3, например, то у вас выполнится реально вот такой код, как справа. То есть будут сгенерированы объекты и к ним применен оператор map из RxJava для веб-страниц. По-моему, на Node.js у них написано. Кроме map, один из популярных операторов группы фильтрации – это фильтр. Данный оператор испускает только те значения от обзертла, которые проходят условия по предикату. То есть остальные фильтруются. Например, на скриншоте marble-диаграммы мы оставляем все элементы, которые больше 10. Смотрим, 2 больше 10? Нет. Она и не спустилась после фильтра. 30 больше 10 спустилась. 22 спустилась. 5 меньше 10 не спустилась. 60 спустилась. 1 не спустился. Затем вызвался on-complete. И у нижнего обзора, преобразованного, тоже вызвался on-complete. То есть по коду мы на вход получаем обзерт, который генерирует нам последовательность интов. 2, 30, 22, 60. Потом мы фильтруем эти инты по предикату, что каждый элемент должен быть больше 10. И на выходе у нас опять observable, только уже другой observable, в котором будут меньше элементов. А именно останутся вот те, которые на картинке нарисованы внизу. И мы их печатаем в log. В методе subscribe. Наш обзорвер заключается вот в этой лямбде. У него дефолтное on-error и on-complete. И заданный нами метод on-next с помощью этой лямбды. Там внутри кода subscribe и в Java есть стандартная анализация обзорвера, где поставляется другой вызов on-next. Поэтому мы тут его лямбде инициализируем, а не объектом с тремя методами. Кроме фильтра также есть операторы фильтрации по времени, а не по значению. То есть тут уже элементы спускаются в зависимости от того, насколько часто происходили события. Например, debounce позволяет разрядить выборку событий, то есть поток событий. Благодаря тому, что оставляет только те элементы, которые происходили достаточно редко. То есть рядом с которыми нету ближайших событий. Например, тут элемент 1 отдельно стоящий. Debounce ждет еще какой-то delay, например 100 миллисекунд. Если не произошло событие в это время, он его спускает. Дальше произошло событие 2. Обзорвали то debounce. Он ждет 100 миллисекунд и произошло событие 3. Он не успускает 2, выкидывает его, запоминает 3. Потом произошло событие 4 и 5. Осталось только 5 в буфере. И когда прошло 100 миллисекунд и новое событие не пришло, debounce испускает 5. Потом приходит 6 и опять через 100 миллисекунд событий не произошло, испускается 6. Что нам дает debounce? Самый простой вариант применения – это когда мы хотим какой-нибудь тяжелый обработчик разгрузить. То есть, например, пользователь часто вводит текстовый запрос в поисковую строчку, а мы хотим текстовый саджест делать не чаще, чем раз в 100 миллисекунд. Тогда мы делаем debounce на 100 миллисекунд и все введенные клавиши пользователя, которые нажимают чаще, чем раз в 100 миллисекунд, они игнорируются до того момента, пока он не перестанет так часто нажимать на клавишу. Когда он перестал частить и остановился на своем вводе, мы через 100 миллисекунд сразу сделаем запрос в сеть, достаточно тяжелую операцию, и получим ему результаты текстового поиска. Есть еще операторы, которые работают не на одном потоке данных, а на нескольких. Такой оператор Merge. Merge может соединить несколько потоков, несколько обзерблов в один обзерблов. А именно он просто складывает элементы от этих обзерблов по времени, испуская их в том же порядке, в котором они пришли от каждого из обзерблов. То есть, например, в момент времени ноля первый обзерблов был испустил 20, потом первый испустил 40, и еще раз первый 60. А потом второй обзерблов был испустил единичку. Вся эта последовательность тоже самое в момент времени и будет испущена после Merge. Тут просто два обзербла, на которых применен оператор Merge, а их может быть и больше. Наверное, самым популярным оператором в ErigJive является FlatMap. FlatMap тоже работает с несколькими, точнее, с двумя потоками обзерблов. И позволяет преобразовать первый обзербл с помощью второго обзербл. Звучит довольно сложно, но если рассмотреть пример, то все будет не так сложно. Например, мы ходим за балансом пользователя в сеть, и для этого нам нужен ID пользователь. А ID пользователь мы можем получить из запроса, еще одного запроса в сеть, который нам вернет всю модельку юзера, то есть пользователя. То есть у нас есть два потока, один GetUser, а другой поток GetBalance. GetBalance принимает UserID. Таким образом, мы вначале дергаем GetUser, потом пишем точка FlatMap, и в ней вызываем GetBalance параметром User.ID. В итоге такая цепочка уже вернет не всего пользователя, а только баланс этого пользователя. То есть у нас кружочек на выходе первого обзербла, который у нас модель пользователя, преобразуется в ромбик, где ромбиком является баланс этого пользователя. Также в некоторых случаях у нас обзербл, который используется для преобразования, может сгенерить другое количество данных. То есть из одного элемента обзервера, на котором вызывается FlatMap, может сгенериться, например, три элемента после преобразования в лотно. Это можно понять, например, так, что на вход идут три кусочка пластилина, а на выходе мы из них что-нибудь лепим. Например, тут из первого с помощью преобразования мы слепили два ромбика, из второго один ромбик, а из третьего три ромбика. Они все разные по размеру, но тут они разные по цвету, например, это не имеет значения. Но таким образом можно делать довольно сложное преобразование. Так, у нас есть разные типы обзерблов. Кроме уже знакомого вам обзербл, который генерит последовательность данных и завершается ошибкой либо успехом, есть еще сингл, который может возвращать только одно значение либо ошибку. И у него нет метода uncompleted, у него есть метод onSuccess и onError. И также есть и completable, у которого нет никаких данных, он не типизированный, и ему не надо передавать тип, который, как мы обычно передаваем обзербл, например, что-то обзербл стрингов. Нет, completable просто возвращает uncompleted или onError. Это три типа потоков, которые использовались в rigjava1.x. В rigjava2 уже использовались два новых типа, maybe и flowable. Maybe обозначает то, что, как и в сингле, может произойти одно событие, либо произойдет ошибка, и потом поток завершится, но также может не произойти ничего, ни ошибки, ни одного события, но поток завершится. Такие вещи удобны, когда мы не знаем, например, нажимать пользователь на кнопку за какой-то промежуток времени, либо нет. Flowable обозначает тоже класс такой же, как observable, но для него есть обработка backpressure. То есть, если у нас консюмер, тот объект, который потребляет события, будет работать слишком медленно, а событий будет слишком много, то backpressure обработается с помощью flowable. И также в третий rigjava добавился новый класс flow, который также поддерживает backpressure и обрабатывает как observable несколько событий. Теперь отдельно поговорим про scheduler или scheduler. Наверное, scheduler более правильно произносить по-русски. Это особые операторы rigjava, которые предназначены для выполнения операций над observable и другими потоками, над single, например, на разных потоках. То есть, смысл scheduler в том, что они как раз делают нам многопоточность. Обычно rigjava, которую мы уже видели на предыдущих слайдах, перечисления операторов один за другим, она выполняется на том потоке, на котором был вызван subscribe-метод. Здесь же, используя методы scheduler, а именно subscribe-on и observe-on, мы почему-то их тут не написал, значит дальше напишу. Вот эти методы позволяют нам переводить на выбранный scheduler или scheduler нашу rigjava цепочку. При этом scheduler это не просто поток, это скорее фабрика или пул потоков, который позволяет нам гибко управлять ресурсами телефона и переключаться между main thread и другими потоками, например, competition-pool. Таким образом, мы разгружаем телефон, например, не ждем, что будет долгий поход в сеть. В этот момент пользователь может пользоваться приложением, не замечая того, что мы сейчас идем в сеть. Для того, чтобы поддержать main thread, есть rx android. Это особая библиотека, которая предоставляет scheduler, android scheduler, для выполнения задач на основном потоке в андроид-приложении. Ну, понятно, если вы работали с андроидом, вы знаете, что вся отрисовка у нас только на main thread. Значит, что внутри rig-цепочки что-то отрисовать, надо перевести ее на main thread с помощью android scheduler. Этого нет в основной rigjava, потому что rigjava, которая с платформенной, не должна зависеть от андроида. Теперь подробнее расскажу про subscribe-on и observe-on на вот этом примере. У нас subscribe-on – это оператор, который переводит всю цепочку выше себя и ниже себя на заданный scheduler или на заданный поток. А observe-on перетирает subscribe-on для всей цепочки всех операторов ниже него. То есть, например, здесь что происходит? Мы в upload-репозитории.apploat-image должны сделать несколько сложных операций. Вначале мы загружаем изображение, вызывая upload-image, и логируем это. Все это мы хотим, чтобы происходило на потоке schedulers.io, то есть на input-output 3D и не блокировало main thread. Поэтому мы пишем subscribe-on schedulers.io. Это все будет происходить не на main thread, а на input-output. Затем мы хотим показать изображение, которое у нас получилось. Вызываем этот show-blurred-image. И потому что нам вернулся item с этой картинкой. Тут немножко в коде неправильно это не скомпилируется, потому что мы получаем item, вызываем от image, надо поправить. Тут должно быть тоже image. Этот метод у нас вызывает отображение картинки. И, соответственно, мы хотим, чтобы отображение было не на main thread, ой, пардон, наоборот, как раз на main thread, потому что если мы займем на другом потоке, у нас просто упадет приложение с ошибкой то, что мы рисуем не на main thread. Поэтому мы пишем observe on android schedulers.main thread и переводим обработку всего, что ниже, на main thread. И все равно то, что было выше subscribe, он останется на i.o. Это важно. Если бы мы написали еще один оператив subscribe on main thread, то и верхняя цепочка тоже бы перетерлась и работала бы на main thread, что мы не хотим. Иначе у нас долго изображение бы на сервис загружалось на нашем основном потоке на main thread. Поэтому мы do next будем делать на main, потом вызовем observe on schedulers background. Видите, дальше все время вызывается observe on, чтобы не перетирать то, что было выше. И нижние операторы у нас будут опять осуществляться на background потоке. Только в этот раз на тяжелом scheduler, который позволяет делать какие-то сложные вычисления. Даже есть другое название computation scheduler. В flat map single мы будем блюрить изображение. Это гауссовский фильтр в данном случае. Но не важно, как blur image реализовано. Это дорогая операция и она нагружает процессор. Поэтому хотим использовать background scheduler. Здесь мы маппим картинку. В случае ошибки возвращаем image и подписываемся на computation. То есть вот эта часть будет выполняться не в бэкграунде, а как раз в высоконагруженном scheduler из computation pool. В случае если прогресс не 100, то нам не надо блюрить изображение, потому что оно еще не загрузилось. У нас моделька image, например, это силт класс. И просто нам пришла моделька о том, что оно еще загружается. В таком случае мы просто вернем image. И flat map single нам вернет наружу только картинку без прогресса. Прогресс уже не нужен. Дальше мы еще раз переведем наш обработчик с бэкграунда на main thread. И отобразим картинку в методе onNext внутри подписки subscribe. Тут мы опять вызовем show blur image и залагируем это действие. Потоп напечатается как main thread. В случае ошибки мы вызовем show error метод. Он тоже вызывается на main thread, как ни странно. То есть внутри ошибки тоже можно показывать какие-нибудь элементы UI. Например, отобразите сообщение об ошибке и кнопку повторить. В scheduler все. Обязательно поиграйте в subscribe.on и observe.on и попробуйте самостоятельно переключать потоки. Ставя breakpoint вы увидите, как меняются ваши потоки в отладчике. И соответственно можно понять, что subscribe.on переводит всю цепочку, а observe.on все, что ниже него. Теперь про subject. Все операторы типа observable, single, maybe. И эти операторы, точнее эти классы, они генерировали потоки событий, которые запускают какие-то действия, начинают генерить события только после метода subscribe, только после подписки на них. Например, запрос в сеть сам собой не произойдет. Он произойдет, когда мы его дернем. То есть когда мы вызовем subscribe на оператор этого запроса, на его цепочку. Тогда действительно у нас хочет IP-клиент создать запрос. В сеть он отработает, вернет 200 либо ошибку. И мы до observer вернем уже обработанные данные. Subjects это другое. Другой раздел rxjava. Вот тот раздел, который запускает подписку и запускает продюсеров событий, производящие события, шарики например. В момент подписки это холодные потоки, холодные события. А здесь же у нас горячие события. Так называемые Subjects. Они одновременно могут и получать данные извне, то есть являются консюмерами, observer. Одновременно могут данные генерить, то есть являются observable. Это на уровне языка реализовано так, что они имплементируют интерфейс subscriber и наследуются от класса observable. То есть они могут и подписываться на события и их производить. Ну четвертое, сейчас я напишу какой именно. Также фильтр будет означать введенную нам строчку поисковой строке. А items это список слов, которые мы отображаем. Но не список слов из пакета domain, а список view моделей, которые могут немного отличаться и будут отличаться от модельки word. Так, в State у нас есть загрузка. Ошибка с текстом ошибки. Еще есть какой-то контент. Просто object, то есть у него нет параметров. И еще есть... Да, просто object. И еще есть объект empty, когда мы ничего не нашли. Они взаимосключающие. То есть State может быть одним из четырех объектов. И wordItem будет содержать текст, само слово, и часть, которую мы выбрали, selection. Он не обязательно может быть, его может и не быть. То есть onOption. Selection может быть первая часть слова. То есть если мы ввели в фильтре all, например, то always будет selection all. Мы создали view модель. Теперь давайте создадим презент. Назовем его mainPresent. Этот класс будет входить в репозитории. И будет из этого репозитория считывать наши слова. Также он будет генерировать view модель и отдавать ее view. View у нас является activity. Значит ему нужна view модель. Вот мы ее создали как поле и репозиторий. Все кладем в конструктор. В методе init мы будем... Нет, мы не будем строить view модель. Мы сходим в репозиторию и для этого напишем отдельный метод. Lot.lots будет загружать слова из репозитория. Так. Значит нам надо сделать view модель subject. Subject это особая абстракция из рейджа, горячий observable, о которой немножко рассказывал в презентации. Этот subject позволяет нам пропушить данные наверх во view. То есть мы будем говорить с subject, что у нас появилась новая view модель. А subject всем подписчикам ее отдаст. Всем кто подписался на него. Таким образом на экран накатится новая view модель. Мы ее скормим этому subject. Метод observeViewModels как раз будет использоваться view для того, чтобы подписаться на изменения subject. Также behavior subject в rxjava отличается от publish subject тем, что у него есть начальное значение. Она как раз и нужна нашей view, потому что когда она подпишется, она как раз получит это начальное значение. А в publish subject она получила только следующее изменение состояния в view модели. Мы написали lot.lots и завели еще одну абстракцию rxjava, это disposable. Тут мы будем результат нашей подписки сохранять в disposable. И вначале мы от нее отпишемся, чтобы не было дублирования запросов. Потом мы еще раз присвоим в lot.lots и disposable значение нашей подписочки. Загрузим слова из репозитория и подпишемся на scheduler.io. Что значит, что будем выполнять довольно длительную операцию, но не тяжелую для процессора. На потоке input-output, точнее на этом scheduler. Здесь мы реализуем в методе subscribe два callback. Первый это onSuccess, в котором нам вернется список слов от репозитории. И обновим view модель. Метода пока у нас нет, просто напишем update. И так же надо обработать ошибку. Давайте писать функцию обновления модели. Передадим в нее список наших элементов. Даже лучше update items назовем. Передаем туда список слов. Причем, да, обычных слов пока что, не смапленных. И если список пустой, то нам надо отобразить empty state. В противном случае надо отобразить список элементов. Давайте научимся отображать разные состояния view модели. Для этого надо в viewModel subject пропушить новое состояние view модели и обновить его в презентере. Вот я пишу mapper в параметрах, которые будут преобразовывать view модель в другую view модель с помощью копирования. То есть mainvmodel равно mainvmodel точка mapper. Она каким-то образом вернет новую view модель по старой view модели. А чтобы не было ошибки и state был изменяемым, мы пишем var в конструкторе презента. И в subject мы с помощью next кинем новое состояние view модели. Таким образом, subject нам пропушит изменения view модели и с помощью regjava отдаст изменения наверх всем подписчикам. А подписчикам будет view. В данном случае в этом проекте будет activity подписываться. Так, мы добавили датакласс mainvmodel, чтобы можно было дергать копию. И чтобы можно было понимать, изменилась ли в модель вообще или нет. Здесь у нас empty state станет. После копирования фильтр будет вот таким, а этим будет empty list. Потому что элементов нет. А фильтр я взял, ну в принципе это можно было не писать, я взял его из тоже view модели. Потому что мы работаем в контексте view модели вот в этой ленточке. А если у нас пошли по ветке else и элементы списка, то есть слова у нас есть, они не пустые. То здесь мы state задам контент, фильтр берем опять же из модели пока что. А темы надо взять... Можно было бы взять верхние айтемы, но смотрите, нам нужны в модели, в view модели не просто слова, а в модели слов. То есть viewModel. И для этого нужно создать такой айтем и отобразить его здесь. Сейчас обрабатываю ошибку и тут будет state viewModel state error с каким-то текстом. Something went wrong, скорее всего. Все хорошо, но нам не хватает фабрики для того, чтобы построить в update items wealth viewModel из модели. Давайте писать фабрику. Почищу немножко код. Вот, не хватает на to do как раз фабрики. И сейчас я напишу main viewModel factor, которая будет отвечать за создание в viewModel слов из доменной модели Word. Вначале она возьмет одно слово и преобразует его в его модель. Word2.i назову. Импортируем слово из пакета domain и как раз строим viewModel. Она тут неоднозначно будет маркаться, потому что у main viewModel.word item есть два поля. Одно из них как раз соответствует Word.word, а другое не соответствует. А другое непонятно откуда брать, потому что его просто нету в доменной модельке. Она зависит от того, что велпользователь поиск на строку. Поэтому мы продадим его как параметр. Не в конструктор, потому что оно может меняться все время и в конструкторе фабрики выдержать плохо. Его надо передавать именно в метке. Также создадим функцию, которая мапит список слов на их viewModel. На список viewModel. И передадим также фильтр. Точнее selection. То, что пользователь выбрал. Тут напишем list main viewModel и просто подлинным мапом преобразуем список слов в список viewModel. И компилятор нам подсказывает, что нижняя функция может быть приватной. Сделаем ее приватной. Все, у нас есть готовая viewModelFactory. Осталось только подставить конструктор main presenter. Чтобы можно было легко подменять в будущем. Хоть на без параметров все равно в конструктор положим. И использовать viewModelFactory.to.ui с параметрами. Вот с, ну то есть items у нас как раз наши слова. А selection у нас надо добавить. Либо пустой передать пока что. Ну да, пока пустой передадим. В будущем мы поддержим selection, чтобы можно было фильтровать слова. Мы написали presenter. Осталось использовать observe viewModels во view. То есть в main activity. Для того, чтобы наблюдать за изменениями viewModel и обновлять нашу view. И пользователь видел изменения. Будем писать код main activity. Для этого у нас есть recycler. А recycler view нужен адаптер. А адаптеру, как ни странно, нужен viewHolder. Начнем с viewHolder. Для слов у нас будет worldItemViewHolder. Который примет с себя itemView. И конструктор должен передать itemView. И реализовываем публичный метод, который накатит worldViewModel на этот viewHolder. Я не люблю писать в viewHolder методы binding. Сегодня просто у нас ограниченное время. И мы делаем проект с нуля. Поэтому запишу в viewHolder. Но обычно такие вещи я делаю кустомную view. А в viewHolder я просто вызываю метод update. Который накатывает в viewModel. Здесь совсем коротенький update. Хотя потом он будет чуть длиннее. Но пока что мы просто в теве текст этого viewHolder закидываем. И инициализируем текст от viewModel. Напишем еще адаптер. В котором будут три метода. Знакомые вам. Это onCreateViewHolder, onBindViewHolder и getItemCount. Чтобы возвращать элементы нужно чтобы адаптером было состояние. Сразу пишу в var. Потому что оно будет изменяться в зависимости от поиска пользователя. И это будет список viewModel. Который отображается Receptor. OnCreateViewHolder соответственно я с помощью layoutInflator загружу XML для одного слова. Это делается с parentInflator. У меня есть только метод в проекте extension. Но тут его нет. Поэтому я создам Inflator. С помощью layoutInflatorFrom. Передам сюда parent.context. Чтобы почище было. Видите я беру не от MainActivityContext, а от view, которая в параметрах методов. Поэтому этот адаптер можно будет легко вынести из MainActivity в другой файл. И переиспользовать. Здесь я создал view с помощью Inflator.inflator. И прикреплял ее к layout. Это за нас делает ReceptorView. И здесь количество элементов конечно же равняется числу item в списке. И помещу его на меру. Потому что так лучше читается. OnBindViewHolder. Мы забандим текущий холдер. То есть текущую вешку. Получив элемент в позиции. Так. У нас есть адаптер. Надо его переписать к ReceptorView. Давайте сделаем это. Это будет RVList. Точка адаптер равняется адаптер. Я не буду тут сразу создавать адаптер. Создам его в конструкторе MainActivity. Чтобы можно было к нему обращаться, когда захочу данные поменить. Поэтому он создастся сверху. А здесь мы только его присвоим Receptor. Дальше у нас есть адаптер. Отлично можем обращать данные на списке. Но мы еще не подписались на презентер. Даже у нас презентера еще нет. То есть мы презентер написали, но нигде не создали. И сейчас мы его в поле MainActivity хотим создать. Единственное, тут есть проблема. Потому что в андроиде важно, чтобы презентер переживал поворот экрана. Если мы создадим его в OnCreate MainActivity, либо в конструкторе MainActivity, то презентер поворот не переживет, потому что Activity уничтожится при повороте экрана. Еще хуже может утечь память. Ссылка на MainActivity, на все вьюшки. Потому что Activity пересоздаться при повороте, а презентер в своих подписках будет держать Activity. Этого мы не хотим. И поэтому презентер мы заинжектим. Точнее, используем PatternDependencyInjection без Dagger в данном приложении. С Dagger было бы слишком сложным. Ну, в общем, будем его подставлять из Application. Можно это делать из Application, либо из RetainedFragment, либо самый, наверное, крутой вариант — это связать Google Эффритектure Components. Там мне тоже не использовали RetainedFragment в первой и второй версии библиотеки. В третьей они что-то кастомное завязали, более интересное. Так, я подписываюсь на изменения вью-моделей с помощью метода презентера взорвью Modules. Тут написал DistinctKillChange. Это такой оператор RG Java. Он очень важен, потому что вся цепочка нижней не будет дерваться, если модель не изменилась. Таким образом, я экономлю время на отрисовке. И не буду рисовать вью-модели, не изменившиеся после вызова подписки. И вызовала Next в презентере. На нашем BehaviourSubject вью-модели. То есть используйте DistinctKillChange тогда, когда не хотите, чтобы поток вызывался на тех же самых данных. Только на измененных. Здесь мы в Subscribe вызовем метод UpdateVModel. По нашему контракту ObserveVModules не может дать ошибку. Поэтому я не реализую onError. А просто пишу метод Update. Но в Update я буду делать много UI вещей. Поэтому напишу сразу ExtensionMetcVisibility для вьюшки. Лучше его писать в отдельном файле. Но сейчас проще написать его в MainActivity. Мне просто лень создавать отдельный файл. Тут я задам visibility вьюшке по boolean. VisibleDemagam. И для наших четырех состояний использую как раз этот метод. Если у нас в модели будет состояние Loading, то покажу Progress. И использую KotlinWis для того, чтобы работать в контексте модели. Вот если у нас State будет State.Loading. Тогда мы отобразим Progress. Также надо для ошибки сделать, для списка и для пустой вьюшки. При любом обновлении модели надо обновить все вьюшки, отображающиеся на экране. Потому что если мы обновим только, например, загрузку, остальное оставим. Тогда у нас возможна бага в том, что другие вьюшки не изменят свое состояние по сравнению с предыдущими состояниями модели. И будут тоже отображаться. Поэтому лучше скрыть все вьюшки, которые сейчас не нужны. Для этого состояния отобразить остальные вьюшки. В данном случае либо ошибка, либо загрузка, либо контент когда ничего не нашли. Также забьем в текст в VueError. Ну, ошибки у нас не будет. Потому что мы загружаем текст из ресурсов. Но если мы неожиданно пойдем в сеть и дернем какой-нибудь запрос, который нам вернет список слов именно для этого пользователя, то будет весом показать ошибку. У нас уже этот код поддержан и сразу все заработает. Я захотел адаптеру создать данные, но у меня не было метода swapData. Тут высыпается certified data set change на адаптера. И обновляются элементы состояния адаптера. Вот я дернул swapData. И теперь в методе update у меня обновится весь стейт. Подпишемся на изменения Vue модели. Но сделаем это не только в методе onCreate, но и в методе onStart. Это делается для того, что... Потому что мы хотим отписываться от этой подписки на Vue модели в методе onStop, чтобы не утекала память. Почему onStop? Потому что на этом методе мы уже не увидим Vue на экране. Нет смысла обновлять Vue модели. Поэтому тут мы сделаем VueModel.disposable.dispose, но через приватный метод для красоты кода. А в onStart мы подписываемся на Vue модели, чтобы после того, как вызвался onStop, и activity перевернулась, мы на него подписались еще разок. Но бывают случаи, когда данные приходят быстро и хочется их получить раньше, чем onStart. А именно в onCreate. Поэтому мы подписываемся onCreate тоже на Subscribe to Vue Models. Но он вызвался только один раз, потому что там проверка на ногу была. Теперь я создаю main-компонент по аналогии с даггером, чтобы у нас презентер жил дольше, чем Activity. И создам презентер в этом компоненте. Буду создавать его через ByLazy, чтобы обращаться к одному и тому же презентеру. Мне не надо создавать много презентов, достаточно одного. Здесь мы посмотрим, что нужно презентеру. Ему нужна была V-модель, начальное состояние V-модели. Так, а V-модели в свою очередь нужно начальное состояние. Это, наверное, будет loading, загрузка. Потому что нам надо показать прокраску. Поисковая строка будет пустой, а элементы тоже будут пустым списком. Кроме V-модели надо репозиторий передать. А ему нужны ресурсы. Но в компоненте ресурсов нет, это андроидная часть. Давайте ее передадим через конструкцию компонента. Ресурсы нужны, чтобы сейчас получить доступ к массиву, который у нас сохранится в race.xml. Или загрузить наши слова. Загружать будем один раз, потому что там использовался оператор кэш. Этот компонент мы будем проводить через приложение. Создадим main application. В приложении создадим компанию numjets, в который положим, соответственно, наш компонент. Опять же, можно компонент проводить через даггер. Тогда мы бы, возможно, хранили там же в main application наш модуль и презентер. Ну, в принципе, это плохо, потому что application тоже так просто в андроиде не достать. И я, например, предпочитаю использовать Google Architecture Components для этого. Но это все-таки лишнее усложнение кода. И сейчас кажется, что проще написать через application. С фрагментами тоже не хочу вас мучить. Можете почитать претенд фрагменты самостоятельно. А пока что мы зарегистрируем наш application через android name в манифесте. Это обязательно сделать, чтобы приложение знало, что мы используем custom applications, они стандартные. И будем main component сетить в main application. Теперь можно к нему обратиться через static. через mainapplication.maincomponent. Тут убираю. Обращаемся. Получили претенд. Ну, все, у нас, в принципе, все написано. Давайте попробуем запустить наше приложение. Может, заработает сразу. Обычно сразу никогда не работает. В бутылок собирается, потому что много код добавили. Так. Так. Оно собралось. Посмотрим на то, что в эмуляторе. Так. Ну, что-то нет. У нас не отображается список слов. Только edit text. Что-то не заработало. Давайте смотреть, что именно. Так. У нас создается refolder. А что в презентере? В презентере мы... У нас есть репозиторий. Мы загружаем слова. Ну, давайте вот здесь breakpoint поставим. Даже давайте не тут, а в методе не update. Вот. Тут, где не пустые. Не пустые, короче. Так. И соберем еще раз затратчик. О! Сразу вставлен на breakpoint. Видно, что число items 1000. Значит, окей. Мы данные получили. Так. Ну, раз в презентере данные есть, надо посмотреть, что происходит во вьюхе. Потому что по потоку они как раз в презентеры идут ко вьюхе. Может, подписка что-то не то. Лучше всего поставить в breakpoint метод update и посмотреть, что сюда пришло. Так. Еще раз запустим. Ну, точнее, нажмем next на дебаггере. Но тут тоже данные есть. Вон, видно, что в модели число items 1000. Значит, проблема чистого отображения. Раз не приходит domain activity, но не отображаются. Да. Тут действительно данных нет. Даже когда введем, что-то их нет. Тогда давайте отлаживать resetterview. Так у нас с верточкой. Да, верточка resetterview с 0dp, но видно, что она резолвится на какую-то высоту. У меня есть, но она не пустая. Наверное, что-то с адаптером. У байтами тоже все нормально. Посмотрим, кто там create view holder вызывается. Давайте брейкпоинты поставим. Визит не вызываются эти методы. Так. И тут поставим. Допустим еще раз. Должны вызываться onbind view holder и swap data. Мы вставили на swap data. Должны добавить set change. Давайте next. Так, в oncreate тоже поставили граффон. О, у нас не вызывался ни один раз, ни oncreate, ни onbind view holder. О, и вспомни, конечно, если не вызывается ни разу oncreate, ни onbind view holder, то скорее всего не установили лайнер layout manager. Ну, какой-то layout manager. Все, сейчас все заработает, потому что у нас есть layout manager и есть адаптер. И без layout manager RecyclerView, конечно, не может отобразить данным, потому что она не знает, как это выражать. Вот, смотрите, мы видим список. Все прекрасно, у нас есть список всех элементов и можем вводить какое-то слово для поиска. Ну, правда, у нас пока не подвешены callback, но это... Давайте их подвешим. Но вначале закоммитим то, что мы сделали. Мы научились отображать слова и добавили презентеры активности для этого. Ну, отображаем список слов. И теперь хотим фильтровать по этим словам. Окей, эти проблемы с удушками, мы уже добавляли. Ну и линд, статический анализатор, нашел несколько... ...кодсмолс. Несколько плохих, плохо пахнущих, сейчас попробую. Сейчас отправить не будем. Пока что презентеры расширил логику для того, чтобы фильтровать. Слова по первым буквам. И для этого нам надо будет еще одну подписочку написать. Т.е. серксом, конечно. И там будет много чего интересного. Вначале мы заведем метод onFilterChanged, который нам текст будет отдавать в PublishSubject. Заведу FilterSubject. Это будет PublishSubject, а не BehaviorSubject. В отличие от Behavior, его подписчики не получат последнее значение. А получат только следующее. Т.е. вначале мы подписываемся, а потом, когда пролетает следующее значение, мы его получаем. А в случае BehaviorSubject мы получим сразу же при подписке предыдущее значение. Которое произошло до момента подписки. И дальше будем получать следующее значение. Т.е. вкратце, ну говоря простым языком, BehaviorSubject есть State. А PublishSubject состоит на нет. Есть еще и ReplaySubject, который сохраняет всю историю. И подписчик получит абсолютно все события, которые произошли с этим субжектом. Он нам тут не нужен. Мы на ID TextFilter повесим TextChangedListener с TextWatcher. Создадим объект TypeTextWatcher с таким интерфейсом. У него прям много лишних методов, но окей, реализуем все. В принципе нам нужен только AutoTextChanged. Тут мы дернем как раз он фильтр changed с значением editable. Ну тут editable надо в стринг преобразовать. Editable S почему-то, ну стринг видимо. Ну а если ничего не введено, если edit был пустой, то пустую строку передадим. Ту душку уберем, чтоб не крашилось. Так, мы забандили EditTextFilter. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас в презентере. Мы в одну сторону забандили наш поток событий, но теперь надо как-то отдавать значения, которые пришли в субжект. Он же горячий, он должен пушить наверх. Так же, как делает другой vModelSubject. Только он должен пушить на view, он должен пушить события во vModelSubject. Преобразуя их нужным образом. Но пользователь может довольно быстро вводить текст на клавиатуру. Мы не хотим на каждый чьих пользователя обновлять наш vModelSubject. Хотим делать это разрежено. Не чаще, чем раз, например, в 200 миллисекунд. И сейчас мы так и сделаем. Для этого нам поможет x. Мы создали еще один Disposable, чтобы, когда вызов метод SubscribeToFilterChange случайно два раза, мы не подписали второй раз изменение фильтра-субжекта и не было дублирования запросов. Тут мы вызываем оператор debounce как раз для того, чтобы частота последующих запросов при вводе эксплуатуры не превышала 200 миллисекунд. То есть если мы будем слишком часто вводить кнопочки, то следующий запрос работает только через 200 миллисекунд. debounce отличается от фильтра, например, от оператора фильтра, тем, что он суммирует все события и отправляет только последние. И только в случае, если оно было позже, чем заданное количество секунд или миллисекунд после предыдущего события. А фильтр просто фильтрует скользящим окном события по заданному времени и отправляет те, которые попали первыми, например, в это скользящая. Так, тут мы что сделали? Если событие уже попало в наш фильтр, то есть было не слишком часто, мы берем наши слова и с помощью flatMapSingle объединяем с запросом RepoGetWords. То есть у нас была строчка, которую ввели пользователи, и были слова. Здесь мы напишем нашу бизнес-логику, в которой слова фильтруем по нашему введенному фильтру. То есть если у нас слова... Ну, сейчас я напишу honorReturn для того, чтобы заметить ошибку, и она не кидалась ниже. Вот видно, что на 52-ой строчке мы пишем вот с точки фильтров. И выбираем только те слова, которые начинаются с нашего введенного фильтра. Дальше мы подписываемся тоже на I.O. с помощью schedulers.io, это важно. Потому что этот поток, вот эти все цепочки, будут выполняться на бэкграунд потоке, а не на мейн потоке. Таким образом разгружаю наш мейн тред, наш процессор, и позволяю пользователю активно взаимодействовать с программой, то есть вводить дальше текст, пока мы обрабатываем этот запрос. Если бы мы грузили слова по сети, то тут была бы большая задержка, это было бы прям важно. Тут мы добавили в UpdateItems фильтр, чтобы в фабрике как раз учитывать введенные данные. Вот там есть, words передается и selection. То, что мы не сделали, как раз тут уж поубрали. Вот сейчас мы уже передаем фильтр в UpdateItems. И видим, что выше на 37-ой строчке тоже надо передать какой-то фильтр. У нас красник не подсвечивается. Тут, кстати, мы забыли еще первую модель передать в подписке в наш BehaviourSubject. Тут фильтр пустой передадим как раз, потому что мы просто загрузили слова по сети, либо с ресурсов. И отобразим еще для начала состояние загрузки. UpdateModules state. Это нужно, потому что loadWords может дергаться, например, по полуторе фреша, и надо еще раз показывать про вас. Так, здесь у нас mainActivity. Ну, фрагменты не писал, чтобы было проще. А, попробуем запустить. В принципе, уже должно работать, потому что мы действительно фильтруем слова и действительно вызываем Update. Так, попробуем ввести что-нибудь. Cat. Cat. Кстати, слова cat у меня нет, но действительно с фильтра Nose пишется catch. А если кит-то, ничего не отобразилось. Там, кстати, видно, что текст есть. Вот NothingFound он не помещается, он у нас клавиатура скрыт. Потому что мы на клавиатуру не реагируем никак. Давайте будем реагировать на клавиатуру. Для этого добавим Android Windows SoftInput Mode. SoftInput означает софтверная клавиатура. Как раз напишем тут StateHidden и AdjustResize. Теперь у нас Activity будет ресайзиться при появлении клавиатуры. Именно подниматься над ней. Это вообще не очень видно, потому что у нас ресайклер гибкий. Но видно, что NothingFound теперь пишется по центру. Вовороте экрана тоже все хорошо. Единственное, тут клавиатура снимает весь экран. Вот у нас крылья и NothingFound опять писался по центру. Ну и состояние у нас сохраняется. Все, мы в принципе молодцы. Мы поддержали фильтрацию слов. И наша бизнес логика тоже готова. Осталось только закоммитить, чтобы не потерять. AdWords filtering назовем. Да, коммитим, коммитим. И давайте еще допишем, раз у нас осталось время, допишем логику, связанную с выделением того, по той части слова, которую пользователь фильтранул. Так, если этим selection не null, то давайте у текстов вьюшки, текст вью, зададим спан. То есть, зададим жирным ту часть вьюшки, которая соответствует selection. Для этого нужен спан AmostringBuilder, в котором мы зададим как раз жирный спан. Вот тут мы его объявим один раз, чтобы каждый раз в апдейтинг создавать. BoltSpan. С помощью styleSpan. Держи с конструктором TypePaseBolt. Вот такой мы спан создадим. И используем его здесь. SetSpan. Нам надо передать какой спан. С какой позиции, по какому позицию строчку создадим. И... Inclusive. Сделаем. Рабитер Inclusive означает, что он будет именно внутри этой области. А не снаружи. Так, если selection равен нулю, тогда мы просто зададим текст в текст вьюшку, как было раньше. Все. На этом изменения отображения закончились. А логика у нас же вся поддержана. В этой модели есть. Поле selection. В этом гибкостью модели. Модель сильно отличается от доменной модели. И тем самым позволяет нам менять отображение, не меняя код презентера и логики. И наоборот, менять логику не меняя отображение. Смотрите, у нас теперь текст выделяется жирненьким. Приводим. Прикольно, мы молодцы. При повороте тоже сохраняется. Ну вот accept, например, ввели. Давайте теперь поэкспериментируем. То есть ввели длинную строку на симфонт. Мы вводили быстро и почти мгновенно обновлялся листинг слов. Это происходило потому, что у нас в main презентере в debounce поставлено небольшое число, всего лишь 200 миллисекунд. Если мы вот сейчас поставим 2000 миллисекунд и перезапустим приложение, мы увидим большую разницу. Когда мы вводим по символу, Recycler обновляется очень медленно, как будто бы все жутко тормозит. На самом деле ничего не тормозит, просто у нас события пролетают только раз в 2000 миллисекунд. Либо даже реже, если мы слишком часто нажимаем на клавишу. Вернем как раньше, 200 миллисекунд. И наш интерфейс станет точно отзывчивым и быстрым. Запустим еще разок. И потыкаем. Смотрите, мы вводим текст. И он сразу выделяется. Если вообще убрать debounce, то обработка будет практически мгновенной. Но в этом случае, если запрос по сети довольно дорогой, у нас будет перегрузка сети. То есть мы получим видос атаку практически на наш сервер. И с другой стороны, мы можем получить проблему с backpress, если отрисовка довольно тяжелая. Давайте закоммитим то, что мы добавили с emphasize bots. То есть мы стали выделять наш selection в словах. И на этом все. Мы написали приложение с рычавой. Использовали горячие и холодные подписки. И мы молодцы. Итак, мы рассмотрели наш воркшоп. Написали небольшое приложение. Но мы не рассмотрели один из главных кейсов. Это поход в сеть. Он основной в rig.java. Поэтому я еще один слайдик добавил для того, чтобы его рассмотреть подробнее. Поход в сеть осуществляется в андроиде обычно с помощью библиотеки Retrofit. Это такой HTTP клиент для андроида. И он основан на код генерации. Мы пишем интерфейс. И методы аннотируем с помощью специальных аннотаций. Get, post, put, либо delete по нашим запросам. Наверняка все с ними работали. И видно, что вот запросик, например, на получение статей журнала выглядит вот так. Это настоящий код из нашего репозитория автору Яндекс. Здесь rig.java очень хорошо применяется для того, чтобы описать ответ такого запроса. И ответ отписывается как сингл от какой-то модели ответа. Модели NV Journal Snippets Response. Которая обозначает некоторое количество сниппетов от get-запроса. Также можно какие-то данные загружать. Например, загружать фоточки. Такие подходы позволяют нам описывать запросы с помощью рых цепочек. Их соединять, мапить данные, преобразовывать один формат в другой формат. И выводить данные через интерактор уже в доменной области. То есть бизнес-модели. У них все поля должны быть не нул. Ну тут входные не нул. Выходные мы не видим. Я не привел пример ответа. Но там все поля нулабл. И от сети может прийти все что угодно. И задача конвертеров и сетевого слоя. Преобразовать поля в нот нул. В модельке, которую можно использовать в бизнес-логике. А потом преобразовать их еще раз во вью модели. И отобразить на экране, когда это нужно. Retrofit хорошо работает с Retrofit. Также есть уже адаптер для корутин. Советую тоже посмотреть его. Но для того, чтобы подключить Retrofit к Retrofit, надо использовать вот такую зависимость. То есть у меня на последней строчке справа на записано. Адаптеры RegJava называется. Опять же эта библиотечка предоставляется отдельно от Retrofit. Потому что не всем нужно RegJava в Retrofit. Некоторым нужна, а некоторым нет. В принципе тут больше говорить не о чем. Просто благодаря этому адаптеру мы пишем методы с сигнатурой RegJava. Они возвращают потоки данных типа Single. Либо иногда Completeable, Obsurable. И это очень удобно на практике. Также приведу основные ссылки. Во-первых, репозитория лекции, который содержит код, разобранный на воркшопе. Он доступен по ссылочке внизу. Можно кидать на туда комментарии. Либо оформить, если хотите. И дорабатывать. Также основная документация RegJava это ссылочки на Yogithub. Вот здесь. На втором пункте у нас marble-диаграммы. Вот эти красивые картинки с таймлайнами и событиями. Их преобразованием. Они интерактивные. Они написаны на самой RegJava, как ни странно. В вебе, то есть работа настоящая RegJava. И когда операторы меняются, они выкатывают новые релизы, и marble-диаграммы тоже немножко меняются. Также, если хотите почитать хорошую книгу, то советую книгу о релли по RegJava. Вот на этом сайте можно триал за 10 дней оформить и бесплатно ее почитать. И для общего ознакомления с RegJava, чтобы быстро понять, что это такое вне моей лекции, очень советую послушать подкаст на абтрактор. Тут читает Леша Гапитов. Это гуру RegJava, который меня учил в свое время, как с ней работать. На этом все. Я с удовольствием рассказал вам про RegJava на Android. Надеюсь, вы будете использовать наравне с крутинами. Будете знать, что это такое. Главное, что такое функциональный подход. И что он есть, он действительно крутой и удобный в Kotlin на Android. И, действительно, для похода в сеть особенно его надо применять. Несмотря на то, что все рекламируют сейчас последовательные операции с помощью крутин, все равно они запилили свой Flow. У них называется так библиотека Flow. И все равно они поддерживают реактивный подход. Так что, такая парадигма программирования будет долго жить. Ее надо учить и с ней надо дружить. Желаю всем стать RegJava. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...